Первое, что я вам покажу, это вазу. Так, привезли мне два стульчика. Сейчас я их соберу. Сказали, тут вообще нечего делать. Сейчас соберу. А, все, мне не пригодится, короче. Отдам, продам. Что-то потеряю где-то. Ой, смотрите, мне сколько принесли просто с горкой. Мою любимую картошку. Я просто объемся. Всем доброе утро. Начинаю новый влог. Ну и в этом влоге уже будет больше всяких разных впечатлений. С новой кухней жизнь, с новой кухней, с новым гардеробом. Я на самом деле очень долго от дня рождения и от всего этого отхожу. Я даже еще не скажу, что я отошла. Я отхожу. Очень медленно. Я еще только часть разобрала гардероба и еще не разложила все по кухне, потому что просто я встаю такая какая-то размятая, разбитая. Каждое утро я сейчас начинаю с того, что я перебираю цветы, меняю везде воду, перемываю, подрезаю. Я еще не завтракала и даже не выпила кофе, но уже все цветочки перебрала. Хочу, чтобы они как можно дольше у меня стояли. Вот, нашла полотенчики вот такие вот, заказала в Васильке, по-моему, 30 на 30. Вот такие беленькие. Вот, у Танюши, кстати, я увидела, она пользуется маленькими. Она сначала мне дала вытереть ручки. Я говорю, а что это у тебя? Я думала, это тряпка. Она такая, ой, зачем тебе большое что-то, да? Потом я подумала, и правда. Ну, а что я большим полотенцем? Вполне все ручки можно вытереть и что-то вот таким маленьким. Беленькое, оно даже вот просто лежит вот здесь, да, и нормально смотрится, нежели вот желтое какое-то непонятное, да? Так, газом я еще не пользовалась. Только мама, когда варила там компотик, я еще сама не включала ничего. Духовку испробовали, все хорошо. Не могу никак насладиться микроволновкой просто. Замечательная, сенсорная. Очень круто. Она работает очень тихо. В отличие от той, которая была у нас, да? Есть с чем сравнить. Включать не надо, показай. Ставлю греть морать. Что с моим языком? Ставлю греть молочко. Ух ты, а что это такое, смотрите. Типа вот так просто стакан нельзя ставить, а с ложкой можно? Не пойму. Ну, короче. Игнорируем вот этот знак. Ложку не вставляем. Смотрите, как тихо работает она. На минуту ставлю, на одну. Даже не слышно, да, что что-то работает. Кстати, ту микроволновку мы сразу продали одному из наших сборщиков. У него как раз таки дача, и ему туда нужно было. Смотрите, если я хочу сделать поменьше вдруг, у меня вот здесь вот так больше, меньше. Вот 30 секунд. Мне не хватило 30 секунд. И когда заканчивает работу микроволновка, она издает такой приятный звук. Сейчас, сейчас она зазвучит для вас. Вот. Зовет. Дэня уже научился открывать. Ну что, мои хорошие, я попила кофе, сделала там все с видео, вот натянула шорты. Вот я люблю эти шорты, ну, короче, их надо гладить, но мне никак гладить. Я же дома, никто меня не видит, но только вы, а вы свои девчонки, да? В общем, сегодня мы будем разбирать гардероб. Мы будем все, все пустоты заполнять наверху. Вот, это я просто набросала сюда, но это на самом деле пойдет наверх, потому что это зимняя, не носится. И, кстати, я заметила, что мне очень удобно какую-то одежду вообще хранить здесь. Даже удобнее, чем там шкафу в комнате. И хочу по максимуму разобрать вот здесь вешалки все. И, конечно, часть вещей буду отдавать. Опять-таки, да, и, в общем, надо все это делать. Перебрать и разобрать магазин. И уже я вам обещала видео снять на свой второй канал. Что у меня, какие платья, что продается. Еще мне кто-то спрашивал, зачем я вот эти полки все, типа, поду обувь, которую там не ношу, обувь, которая на продажу, там, да, зимняя обувь. На самом деле я все это переберу, и зимняя обувь вот здесь стоять не будет, потому что у меня летней обуви достаточно. И кроссовок очень много. И почему все на виду, да, вот обувь, которую я продаю, я ее не ложу в коробке, а она у меня стоит здесь. Для того, девочки, чтобы я просто не забывала, я забываю выкладывать что-либо в магазин. Я забываю о том, что у меня вообще есть магазин, потому что у меня куча всяких забот в голове, и мне нужно все держать на видном месте, чтобы я понимала, что эта обувь занимает место. Ее нужно выставить, ее нужно продать, о ней нужно сказать, понимаете? Поэтому все, о чем я должна помнить, должно быть на виду. И здесь вот как никогда все на виду. Вот. Так я в попыхах эту быстро вообще на самом деле поставила здесь. Здесь, конечно же, обувь, которой я буду пользоваться, которую я ношу. Вот. И да, зимнюю надо будет сложить в коробке. У меня много коробок, все есть, просто нужно вытащить оттуда кроссовки и поставить их сюда, да. Половину кроссовок, я вообще забыла, какие у меня есть кроссовки, и ничего не ношу, получается. Ну, соответственно. Но в целом мне нравится, когда здесь много обуви стоит, ну, естественно, которую я ношу, которая актуальна. Вот. Здесь я уже показывала вам, книжечки поставила. Но это не все книжки, у меня еще там целый пакет книг. И вот здесь они отлично вообще, очень удобно смотрятся. Фух, девочки мои, перекусила просто. Я все это время пила одну кружку кофе, съела один бутербродик, и вот сейчас съела кусочек тортика. И запила уже компотом, уже кофе пить не могу. Я так и не допила свою кружку. Короче, я разобрала. Я разобрала все вешалки. Вот они, две пустые стоят вешалки. Это я уже заполнила то, что на отдачу будет. Я сниму вам отдельное видео. Это еще, кстати, не все вещи. Это только те, которые были на вешалках. Вот здесь я отдаю. Вот. Дальше. Достала пустые коробки. Достала кроссовки, о которых я позабыла. Это New Balance. Надо их постирать. Это Nike мои вот эти. И вот эти Nike. Достала. Еще у меня куча коробок. Я сверху такую зимне-осеннюю обувь достала и по коробкам разложила. Сейчас все это сложу и положу вот в антресоли туда, наверх. Так, а потом мы займемся. Кстати, я не заполнила. Я даже... Смотрите. У меня места так много, что у меня еще даже осталось. У меня здесь место есть. Вот это все магазин, девочки, чтобы вы понимали. Вот. До сюда, отсюда, до сюда. Это все магазинные вещи. Это то, что я вам буду тоже снимать видео. Что я продаю. Я уже тоже планирую все это на второй. Думаю, снимаю другие магазины, да. Чего я свой не сниму. Хоть вам будет наглядно видно. А то на фотографиях в Инстаграме это, наверное, маловато. Здесь тоже еще там пару вещей есть теплых. Ну вот, смотрите. У меня еще вот тут даже место осталось повесить что-то. Вот здесь место осталось повесить что-то. Когда магазин распродам весь, я уже вещи не докупаю, девочки. Я распродаю то, что у меня есть. Плюс какие-то вещи, которые я одевала там один-два раза. И все, там фотосессия случилась. Например, вот это платье, да. Я его одевала один раз на свой день рождения. И один раз была в нем фотосессия. Платье в идеальном состоянии. Все супер. Я его продам за копейки. Вот. Тоже может кому-то для фотосессии. Или там один раз сходить куда-то, да. То есть я буду писать это, конечно же. И говорить, что это БУ продается там за столько-то. Вот. Так что все. Это будет и на втором моем канале, и в Инстаграме. И ссылка на магазин тоже под видео везде. Это надо прям вот заняться. Мне, как я начну все видосы делать, так сразу я займусь. Буду отвечать на все интересующие вопросы в Инстаграме. Так. Все. Это теперь складываю, убираю в антресоли. И буду потихоньку разбирать сейчас вот еще этот угол. Да, там вещи какие нет-нет. Еще тоже отдавать. Зимние буду чуть-чуть разбирать. В общем, хочу здесь навести порядок сегодня. Смотрите, девочки. Семь коробок у меня поместилось в одну антресольку. Я сначала думала в маленькие распедалить. Их на две тогда. Ну, полностью, да, заполненные. Потом думаю, а что если в одну вместить? Вот оно все уместилось. Я вот тут вот на стремяночке. Все. Ну, единственное, вот эта коробка боком, да, чуть-чуть. Ну, зато все поместилось и до осени. Вот про такие, кстати, я вам говорила из Икеи боксы. То, что идеально помещается по размеру, помещается мне вот в эти большие антресоли. Так что здесь у меня магазин, платье, костюмы, поэтому я далеко не буду убирать. Я это поставлю здесь. Кстати, мы его там еще не убирали на самом верху. И я теперь каждый ящик, в который собираюсь что-то складывать, сначала тряпкой вытирала. Это все сыпется неудобно. Но у меня же есть чудо-пылесос. Сейчас я вот такую насадку одела. И мне кажется, очень быстро сейчас все оттуда выпылесосю. Нет, другая насадка нужна. Эта не залазит. Вот такая. Вот такая насадка нужна. И поехали. Так, и на эту антресоль, так как она у нас здесь вот такая угловая, глухая, я хочу засунуть то, что вообще редко используется в моей жизни. Это палатка. Девочки, я за свою жизнь покупаю уже третью палатку. Каждый раз я думаю, о, все, мне не пригодится, короче. Отдам, продам. Что-то потеряю где-то. Два спальника. Мой и Денькин. И потом приходит все равно момент, когда я собираюсь поехать туда, где нужна палатка. Поэтому я решила, что все, в жопу. Палатка у меня. Пусть здесь будет спальник и это. Я готова к путешествиям. Если что, можно даже закинуть повыше. Хотя можно не закидывать, чуть наверх можно будет положить. Так, все. Ну что, крошечки, достала из-под кровати я вот эти, господи, ящики, о которых я вам говорю, уже устала так. И вот они идеально встали туда. Можно даже, знаете, еще какую-нибудь картину, если будет не нужна, засунуть сверху пока что. Но у меня еще свободно вот этот. Вот этот будет антресоль. Ну вообще, будет антресоль, господи, закрытый будет. Вообще вот этот, вот этот закрытый планируется. Но я думаю, наверное, вот этот только закроем, а этот оставим. Ну цветы поставить, еще что-то, чтобы не ставить сюда. Потом вот эти маленькие свободные у меня еще. Вот там труба у меня. Ну то есть такой не встанет, но что-нибудь другое положим. И вон свободный еще целый. Это вот что касается наверху, наверху у меня вот по вещам я сейчас еще это, игрушки вот это вот, все это, новогоднее вот пакет положу куда-нибудь. Может быть, кстати, туда и положу. Так, Дэня пока тут изучает карточки. Мила так сладенько тут спала. Я такая просто хожу, смотрю, вывалила свое пузо жирное, девка. Легла тут такая, моя куча моя. Девочка, любимая моя кошечка. Потеряла тебя тут недавно. Легела, как не знаю кто. Уши почистить надо. Одно ухо точно надо почистить. Одно ухо точно надо почистить. Ай, ты такая шершавка, мамич. Мамина шершавка. Люблю. Я люблю вот здесь ее в шейку целовать. Вот тут вот это и в шейку. Вот это вот люблю целовать. Как мама любит тут целовать. Казима, ты что, сама сошла? Кто тебя не допросишься, обнимашек, кто пристала. Молодец. Молодец. Смотри, как ты из палочки классно правая ставь. Молодец. Молодец. Давай еще. Молодец. Молодец. Ну что, мы приехали за мамой. Сегодня, ну не спонтанно, так я уже давно думаю, когда выйти и поехать посмотреть кастрюли сковородки. Вот эта мама должна мне помогать выбирать, да. Стул хочу высокий посмотреть, один или два. Пока что мы будем еще делать этот стол, да, такой стол стойкой, я не знаю, что это такое. Я уже хочу купить стулья высокие с регулировкой высоты, чтобы за кухонным столом сейчас, в принципе, достаточно удобно села вот так вот, ну бочком, да, и поела. Зато огромный плюс, что не прыгает Милка по столу. Она туда не допрыгивает пока что, слава богу. Но если я ставлю стульчик какой-то маленький, она прыг, прыг и сразу на кухню, на стол. Вот, поэтому я приехала сейчас за мамой, чтобы она мне помогла вот кухонные принадлежности купить, а в частности кастрюль, сковородки хорошие какие-нибудь. Вот, и еще пуфик надо на вход посмотреть. В общем, я везде приценяюсь, смотрю, я примерно знаю, как я хочу, как должно выглядеть. Вот, а маму беру с собой, она мне просто подсказывает, я иногда хочу что-то такое, знаете, там, например, белый пуфик, а она мне сразу говорит, да блин, белый, он сразу это, испачкается, нужно какой-нибудь, может быть, может серебряный, я только думаю, о, точно, серебряный, или светло-серый какой-то, да. Вот, и мама мне такой функционал, чтобы больше. А еще я думаю, лучше брать, наверное, не из эко-кожи, да, или искусственной кожи, потому что Милка будет царапать. И на коже девочки все видно вообще. Правда, мне когда-то женщина сказала, она говорит, если у вас ребенок там и животные, лучше берите тканевую кровать. Вот, ну, ту кровать, которую я купила, тканевой не было, поэтому я взяла кожу, но если что, перетяну в следующий раз реально тканью. Потому что вот у меня в кухне стоит, если вы видели, ну, наверняка вы видели, помните, да, вот этот гарнитур, который Милка точит ногти девочки, ну, просто ни одной зацепочки не видно. Вот так рукой проведи, как будто и никто не точил, понимаете? А она нет-нет, точит. Я, конечно, ругаюсь, но тем не менее. А на кровати она нет-нет, точит, я ругаюсь, вообще не разрешаю туда запрыгивать. Она уже запрыгивает и знает, что сейчас будут ее ругать. Она там бывает раз-два, и я ей, а ну-ка быстро уйди. И все, уже столько зацепок видно на этой коже, конечно. Ну, пока видео снимаю, не видно, хорошо. Если будет уже на видео видно, то буду перетягивать. В общем, ждем маму. Девочки, мы тут в Хофф приехали, я ничего толком не снимаю, снимает все мама, поэтому ссылку на ее канал я оставлю под видео. Вот она, мама Чоль. Она все подробненько, все, что видит, все снимает. Мы приходили смотреть пуфики, и тут же я заказала пуфик с китайского сайта. Посмотрим, что придет, там идеальный размер, в общем-то. Да, потом, а здесь вот как бы не идеальные размеры для меня. Денька вот в машинке. Сейчас я еще хочу одну вазу купить, маленькую. Тут они со скидками, со скидочками. Сейчас покажу. А, набор кастрюль мы заказали. Вот, вот эти очень красивые вазочки. Цвета нет, который мне очень нравился. Ну, зеленая это не то уже. Белая как-то скучная. Вот это непонятный цвет какой-то. Блин. Ну, такая может. Вот со скидкой, видите, 199 рублей. Но тут была, красив был цвет такой, все разобрали. Что, мы приехали. Я взяла вазу в хофф. Покажу вам здесь, наверное, да. И взяли вот набор вот таких вот, ну, хорошие кастрюли. Там все вышло мне, все вышло со скидкой 9500. Четыре предмета. Большая кастрюля, чуть поменьше, еще поменьше и ковш. Вот, силиконовая штука. Сейчас открою, короче, покажу. Красивый очень. А без скидки стоило бы около 13 тысяч, по-моему, все. Так что, классно. Это я купила на деньги, которые мне подарили мои друзья, родственники. Спасибо большое. Сейчас увидите красоту. Первое, что я вам покажу, это вазу, которую я взяла. К сожалению, вот такой второй не было. Там все цвета вот такие закончились. Но не очень, не очень мне понравились. И вот красивый цвет, тоже такой. Ультрамарин. Даже не знаю, ультрамарин. Короче, голубенький. Такой морской немножечко. Но она подороже. Что там внутри? Ничего. Она чуть-чуть подороже, она на 100 рублей дороже. Вот она. Тоже очень красивый цвет, на мой взгляд. И вот, видите, у меня вот здесь пластиковая. Я не помню, где я брала. Может, даже в фикс-прайсе пластиковую. Но эту, ладно, я еще оставлю. А эту у меня вообще в банке стоит, понимаете? Из-под огурцов 6 соток. Вот надо что-то поставить сюда. Так. Ну что, мои хорошие, посмотрите на эту красоту. Я, конечно, хотела сначала взять, думала... Ну, вот видите, две кастрюли эти. Они, ну, как бы чуть-чуть побольше, чуть-чуть поменьше. Они так-то идентичны. И я думала сэкономить, может, 2,5 тысячи. И взять какую-то одну из них. Ну, вот, например, чуть-чуть побольше. Вот. Но мама говорит, нет. Вот, а вот надо будет, может быть, вот здесь вот, значит... Ну, вот здесь, ладно, компоты мы в большом варим. Да, там компотики, что-нибудь такое большое. Можно всю семью борща сварить, можно здесь, да. Вот. А вот здесь, например, там гарнир какой-то. А вот здесь, например, там мясо или салат какой-то сделать. Ну, короче. В общем. Ну, а здесь яички подогреть или кашку какую-то сделать. В общем, все 4 нужны, все 4 взяли, в общем-то. Здесь очень хорошо, что, смотрите. Ну, здесь не ржавейка какая-то, медицинский сплав, что-то такое. Я толком не вникала, просто доверилась. Это какая-то новая посуда в Хофф. Только пришла, она только сегодня ее выставила. И она вот по акции. Здесь, смотрите, с двух сторон на всех крышечках есть вот побольше сливать, поменьше. С двух сторон есть вот такие небольшие, как это, как это называется? Ну, типа сливать водичку, да, лейки или как-то. Так, называется Ван Хоппер. Хороший производитель, считается у них премиум класса. Вот, и везде так. Вот, везде абсолютно на всех. Везде лейки с двух сторон. И с двух сторон разные вот такие вот дырочки. Вот. В целом красивая посуда, красивый цвет. Мне очень понравился вот этот силикон серого цвета, потому что в основном черного, да. Здесь такая ручка, хорошо просиликонена. Там был еще пример тоже этой же марки, ну, той же, этого же производителя. Но там небольшие были. То есть, видите, здесь прям силикон, много его сделано, что можно взяться за силикон именно, да. Вот. А там чуть-чуть было, поэтому я вот выбрала такое. Сказали, ручка не, ну, будет теплой, не будет сильно нагреваться, плюс еще и силикон как бы тоже хорошо. Вот. В уходе хорошо. Сказали, в общем, сказали, что вот это вот очень хорошее. Все, мы посмотрели внутри, чтобы оно было прям такое идеальненькое. Ну, теперь одно удовольствие будет готовить. На таком-то, да. Ну, вот как сравните, да, то, что было у меня. Крепец. То, что было, то, что стало. У меня вообще за свою жизнь всю, только в Москве, мне подарили как-то набор хорошей посуды. И то, по-моему, мама не совсем была довольна, что там, насколько там, ну, как бы там хорошая дорогая была посуда. Но вы же знаете, да, что цена, а не значит качество. Вот. Но что-то, что-то там быстро сломалось, что-то вышло быстро из строя. Короче, вот, вот такая фирма. Вышло все мне 9600. Сейчас я скажу вам. Все вместе вышло 9582. 9600, да. И вот смотрите, скидка какая. Значит, одна, допустим, 3000 стоила. Мы взяли за 299. То есть здесь у нас 700 рублей скидка. Здесь. На ногти мои не смотрите. Все доделать не могу. Здесь 600 рублей с одной кастрюли. Здесь вообще 1800, да, или нет? Или 800? А, здесь 800 рублей с одной кастрюли. Здесь 3799, 2800. Здесь тоже почти 1000 рублей. Или 1100 с кастрюли. Короче, я считаю, не ахти как, да, но сам факт, что вышло бы больше 12000. Вот. А нам вышло всего-то 9 с чем-то. В общем, все, коробки на выброс можно. А, еще также посоветовали там в сковороду. Там есть два варианта сковороды. Облегченная одна, а вторая была такая тяжеловатая. И сотейника был еще один. Слушайте, мне понравилось. И то, и то, и то, и то. Так еще буду выбирать. А, и, кстати, кэшбэк еще. У меня, ну, бонусная программа в Хофф есть. Да, покажусь вам. Бонусная программа есть в Хофф. И по номеру телефона я обычно говорю, да, там, и мне делают там скидки, баллы какие-то накапливаются. Вот с этой посуды, кстати, обычно у них 5%, по-моему, накапливают. А с этой посуды по акции 10%. Поэтому 950 рублей мне кэшбэком через 5 дней вернуться. И я уже пойду и что-нибудь куплю еще. А, возможно, к этому времени мои тумбочки уже подойдут. И, может быть, я смогу еще и скидку там сделать себе хорошую. Вот. Короче, я рада, довольна. А знаете, какая-то поговорка, как печки надо, да? Это почему вот я раньше там злым таким был? Да потому что у меня велосипеда не было. И я такая. Почему же я раньше не любила моть посуду, убираться на кухне и готовить? Да потому что у меня не было такой кухни и такой посуды. Теперь я буду готовить чаще, потому что мне прям все хочется, хочется, хочется. А еще все это можно мыть в посудомойке. Вот здесь такой значок. Можно мыть в посудомоечной машине. Подходит для всех типов поверхностей. Белогеновая, индукционная, электрическая, стеклокермическая. Девочки, сейчас ночь. 11 часов без пяти. 11. Я решила в своем новом ковше, я его помыла, сейчас налила водички сфильтрованной, фильтрованной, да. И решила вот сварить себе пельмешки на ночь, глядя. Так что посмотрим сейчас, насколько будет все. Как видите, вот газ вообще не достает тут вообще далеко. Вот эта штука еще не греется. Силиконка. В общем, посмотрим. Ой, девочки, так меня все вдохновило. Я вот без 15-12, да, поела уже пельмешечки. Пельмешечки, мне так понравилось, все помыла уже и решила приготовить компотик. У меня тут оставались. Кстати, мама скоро придет, и вот компотик ей будет. Сначала я хотела большую кастрюлю приготовить, 4 литра, а потом думаю, куда я все это дело буду разливать. Мама готовила тоже большую кастрюлю и очень долго пили, причем много людей. Мама говорит, приготовь маленькую, ну вот следующая, которая 2 литра. В общем, у нас арти компотная, вот здесь половинка осталась. И вишня половинка осталась. Сейчас закипит. Я брошу туда сахарозаменитель. Сахарозаменитель у меня вот такой фит. Надо, кстати, будет еще купить, потому что я теперь буду чаще готовить. Еще чаще. Куда уж чаще я так часто готовила, просто вам не показывала. И добавлю сюда, сейчас мама мне должна там сказать, сколько сахара. Сколько ты сахара кладешь на один стакан. Грубо говоря, чтобы не пересахарить, допустим, даже чайную ложку. Чайная ложка 5 грамм. То есть столовая ложка. Короче, я поняла мамин расчет. Из расчета, что в одном литре 4 стакана. В моих 4 стакана, каких я пью. И я совсем чуть-чуть добавляю. Блин, наверное, чайную ложку фита мне надо будет положить. Всего лишь навсего вот сюда. Будет очень сладко. Девочки, смотрите, какая прелесть. Вот уже даже остыл. Сейчас у меня время полвторого. Буквально вообще 5 минут, 10 минут. Я приготовила вот такой вот классный компотик. И сейчас еще чуть-чуть остынет. Я поставлю его в холодильник перед сном. И у меня будет уже целый компотик. Слушайте, а у меня получился... А сколько у меня здесь? Не 2 литра получилось у меня, да? Литр у меня здесь? Или полтора, наверное, здесь? Блин, у тебя ужасные ногти. Это просто жесть. Сейчас пойду их и сотру. Прям вот обещаю. Сама себе. Все. Сейчас помою все. Фруктики еще попробую. Может, вкусные. Ай, молодец. Кстати, сейчас воспользовалась вот этими штуками. Очень удобно. Доброе утро, мои хорошие. Проснулась сегодня от звонка. Рано сегодня проснулась. Полдесятого. Сейчас уже сделала кофе. Сделала пост в Инстаграме. И позвонила насчет барных стульев. Заказываю сейчас себе два стула. Вчера с мамой ездили в Хофф. И стулья там были по, ну, пять тысяч где-то. Пять-шесть тысяч, то, что мне нравится. Потом зашла на Авито. А как знаете, на Авито там же продаются не только БУ, но и новые. В общем, видела много барных стульев. Даже больше скажу. Что-то я даже не увидела БУ. Может, там было пару черных каких-то. Но я искала белые определенные стулья с определенной ножкой. Поэтому я наткнулась только на мебельную фабрику какую-то. Или поставщиков. В общем. И мы с мамой поехали. Так, доставочка мне пришла. Короче, вчера мы ходили с мамой в это место. И это самые дешевые вообще у нас тут на юге. На юге России самые дешевые барные стулья. Я нашла там в интернете подешевле. Типа 4 тысячи, короче, они. А здесь у нас 4,550. Но там нужно тоже 50% внести. И потом ждать изготовления этого хрена. Вы знаете, сколько. И по 4,200 в Санкт-Петербурге нашла такие же. Но тоже, наверное, я думаю. Плюс доставка, да. Плюс ждать. Я думаю, ну что, 500 рублей я переплачу. Зато мне их привезут уже здесь. Или я их пойду заберу. Сейчас позвонила. У них вообще ближайшая доставка была на... Что за суета? Короче, ближайшая доставка была на через 3 дня. А я сегодня звоню и говорю, мне нужно 2 стульчика. Причем мы когда там выбирали стулья, оказывается, блин, это так вообще важно. Барный стул это не просто, знаете, раз тебе барный стул. Есть такие барные стулья, которые настолько удобные, как вот мое кресло компьютерное. И мы, короче, выбрали самый удобный стул. Он говорит, самый удобный стул это вот этот. И я такая раз на него так и так и так села. Там, конечно, подешевле были барные стулья. Там и по 3 500. Вот. И по 3. Я захотела именно удобный барный стул, чтобы он был и красивый, и мягкий, чтобы, если Денька его там таскал, чтобы он не бился ничем об фасады кухни. И, в общем-то говоря, остановились на этих стульях. Ну, я сейчас позвонила. Они сказали, что привезут не через 3 дня, а сегодня. Я говорю, о, класс. Так что сегодня мы ждем посылку из Китая. Одну. А вторую стульчики барные. И у меня сейчас нету стола вот здесь. Вот вообще я думаю, стол здесь поставить. Просто хотя бы там ходить мимо него, чтобы посмотреть, как будет здесь стол большой смотреться. Ну, а вообще мне очень удобно то, что высота столов очень хорошая. И милка, если нет рядом стула, она не запрыгивает на стол. Это большой плюс. Я хочу здесь высокий стол и высокие стулья. Стулья, кстати, регулируются по высоте. Это очень удобно. Сейчас я решила сделать себе латте с бананом. Один банан сюда вбила. Сахар заменителя. Чуть-чуть, прям щепоточку. Соевое молоко. И сейчас кедровые орешки сюда брошу. А, нет, брошу их в стакан. Сверху потом. Сейчас это взболтаю еще до пенки. Вылилок сюда. Полный. Ну, вот такую жменьку кедровых орешков. Они будут не только на дне, а по всему. Короче, буду пить, и они будут попадаться. Потому что они легкие. Поверхности тоже держатся. И полезненько. Ой, крошечки мои. Время, короче, пол третьего. У меня была сегодня задача X. Найти жидкость для снятия лаков. Что? Ужас какой-то от этой пыли. Красный. Перебирала кое-какие вещи, продолжающие откладывать. Я буду видео потом отдельные снимать, что я отдаю. Вот. И заодно там с фикс прайса подчищаю вещи какие-то, которые, ну, мне не нравятся. Да, там тоже фикс прайс на выброс, грубо говоря. Ну, я кому-нибудь отдам. Но сам факт, что из дома избавляюсь от всего этого. Сегодня половину цветов всех выкину. Сейчас жду барные стойки. Барные стойки. Барные стулья. Вот. Потом я искупаюсь. Приведу себя в порядок. Ногти в порядок приведу. Хотела на почту сегодня зайти. Собрала подарки. Вот конкурс, который был последний. Собрала две коробки с подарками. И еще одну посылку в Москву отсылаю. Ухо, что-то у меня болит. Я не помню. Там и так я спала как-то непонятно. Бананчики пришли. Открывай. На. Отрывай. Открывай. О, курьеры. Так, привезли мне два стульчика. Сейчас я их соберу. Сказали, тут вообще нечего делать. Сейчас соберу. Ну что, два вот таких вот шикарных стульчика у нас теперь. Мы с Денькой, если что, садимся. И хотя бы за барной вот здесь я буду кушать. Вот это самый удобный стул. Реально там был. Он правда очень, очень удобный. Садишься, откидос, спиночка, крутишься. Вон, Денька, наслаждается. Очень мягко. И можно, понимаете, ну как бы вот так я села, да, поела. Вот так вот. И бочком как-то. И развернулась, разговариваю с гостями, людьми, да. И, короче, и мне кайф, и гостю, который придет ко мне, будет очень классно в этом кресле сидеть. Все, я счастлива. Девять сто отдала. Доставка была бесплатная. Фу, девочки мои. Знаете, целый день мы что-то. Пойдем, Денечка, обываться. Ковыряюсь опять, ковыряюсь. Туле привезли, то есть цветы перебрала. Мусора два пакета. Посылки собрала, наконец-таки. Одна посылка в магазин. Два подарка. Три подарка, точнее. Чуть-чуть опять что-то перебирала. Устала. Я ничего даже не ела сегодня, представляете? Так, День, кроссовки надо. Кроссовки хочу надеть тебе. Холодно там на улице. Это. Сейчас еду по ссылке. Оформила, кстати, онлайн по ссылке. Я твои кроссовки не вижу. А, они грязные. Блин. Ладно, босоножками пойдем. День, не лази там, выходи. Вот. Я молодец. Сегодня самую главную задачу сделала. Это я ногти стерла. Я целый день искала эту жидкость. Наконец-таки нашла и стерла на ногах, на руках. Завтра мама должна мне принести лак, который мне нравится очень. Выходим. Короткий день же сегодня в этом. Через 45 минут закроется почта. Ну что, мои зайки, добрались мы. Отправила по ссылке. Кстати, оформляла онлайн. Да, очень удобно. Я пришла и просто штрих-код даю. Они сканируют быстро, распечатывают. И прям намного быстрее на почте время прошло. Сейчас приехали в Сицилию. На улице холодно. Я не знаю, хочется вроде сесть вот на улице. Видите? Ну что-то мне кажется ветрено. Сейчас посмотрим. Ну плюс детская еще может. Хотя, короче, сейчас разберемся. Я голодная, жесть, хочу жареной картошки. Я знаю теперь, как сделать так, чтобы Денька все съел. Вот он хочет, а я ему говорю, нет, подожди, мама должна все снять. Смотрите, какой смайлик, сырнички. День, ну что, нападаешь? А они горячие. Ой, смотрите, мне сколько принесли просто с горкой. Мою любимую картошку. Я просто объемся. Все, День, кушай аккуратно, зай. Девочки, это просто какой-то продуктовый оргазм был. Или как, вкусный, едовой, или как его назвать. Я, кстати, в очередной раз хотела взять сейчас камеру и сказать, что я еще после дня рождения еще прихожу в себя. А недавно Татьяна моя говорит, слушай, ты так говоришь, типа пропала сториз, ну звонит, говорит, ты где пропали сториз, то есть все, я говорю, да я прийти в себя еще не могу. А она такая говорит, ну вот ты там периодически говоришь, что ты прийти в себя не хочешь. Потому что, говорит, складывается впечатление, что ты там, короче, это, в забой ушла. Хотя она знает у меня прекрасно, что я не пью. Толком вообще. Вот. И это. И я такая думаю, блин, а вдруг правда кто-нибудь? Ну, у кого что болит, тот от дома говорит, да, ну, как бы понятно. Не могу прийти в себя, вот хотела пояснить, мало ли у кого какие мысли, что я там после дня рождения там два дня отмечала и потом прийти в себя не могу долго, нет. У меня такое ощущение, что я как бы, ну, сошла с рельс, знаете, вот я как будто на рельсах, да, и вот я тю-тю-тю-тю-тю, тю-тю-тю-тю-тю-тю работаю утром, вечером, я встаю утром, знаю, что надо делать, я в тонусе, тра-та-та. На. А когда ты выбиваешься немного, например, эту кухню делали, сколько нам, да, там, три полных дня, четыре в итоге, да, посторонние люди в доме, я снимать толком не могу, поехать куда-то не могу, мама дома, малой, как бы, и ты вот, ну вот, все внимание куда-то вообще, не туда, куда нужно, не туда, куда я привыкла, и это немного расслабляет, допустим, ты уезжаешь куда-нибудь отдыхать, да, неделю тебе нет, ты не работаешь в своем том ритме, и ты приходишь домой, и мне надо восстанавливаться очень, прям долго я замечаю, я не знаю почему, что происходит в этот момент, просто, знаете, просто как-то расклеилось, что ли, и не хочешь, что ли, хочется валяться, смотреть сериалы, есть вкусняшки, вот какая-то такая фигня, вот, но потихоньку, потихоньку, ну, как бы, нормализуюсь, плюс в доме, на самом деле, очень много всяких уголков, которые надо разобрать, там это сделать, так, а вот это здесь сделать, и куча вот этих, знаете, вот таких вот, висит в голове вещей, которых нужно сделать до идеала, вот, я вот это делаю, 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 и вроде бы так смотрю, немного сделала, но я так устала, и прям мне хочется выйти из дома, мне уже дома надоело, надоело мне перебирать эти вещи уже все, вот, ну, сегодня хорошо, подписчица моя, постоянный клиент мой в магазине, сегодня купила у меня несколько вещей, отправила ей посылку, ну, вообще, как бы, магазин надо распродавать весь, потому что очень много вещей из магазина, так, что теперь, не знаю, думала в кино пойти с Денькой, потом, думаю, не высидеть, наверное, потом, думаю, куда, может, по Леруа, думаю, пойти погулять, время сейчас еще 7 часов, время есть, я думаю, может, поехать в Леруа и пошататься, все-таки я хочу посмотреть, да, я съездила, кстати, съездила я на рынок, посмотрела вот эти ванные шкафы, мне ничего не понравилось, теперь я должна буду еще раз пройти по Икеа и по Леруа и определиться, какой шкаф я буду брать в ванную, так что, думаю, может, поехать в Леруа, там пошататься, все, короче, в итоге мы не поехали в Леруа, потому что... Так, ручки, ручки мои, иди сюда, быстренько, сейчас мои, тут белая кухня с белыми этими, танец серая. Да, оказывается, ко мне должны были приехать, там, кое-что купить, вот, и как раз они мне позвонили, я говорю, о, да, все, не поеду я в Леруа, потом в пробке где-то застряла, там что-то авария или чинят, что-то. Все, домой пришли, раз, так, Денька отправился купаться, поел, сейчас покупается и... Ой, уже начало десятого из спачки, фух, что я, что я, а я сейчас поставлю яйца вариться, к маминому приходу хочу сделать салатик крабовым, так что сварим яички. Девочки, 15 минут, салатик мой любимый крабовый готов, выправлять буду его провансаль с лимонным соком. Девочки, только сейчас в салате почувствовала легкую пикантную нотку лимона. Я его сделала немного, просто как следует вымешала, чтобы все было вот, ну, как бы в майонезике, на самом деле его немного. Субтитры сделал DimaTorzok